Мечети и православная часовня открылись на территории республиканской больницы. Людям, внесшим вклад в это богоугодное дело, выразили благодарность. У желающих проголосовать по месту пребывания на выборах президента России начали прием заявлений на всех избирательных участках республики. Преступники придумывают новые способы обмана, какие и как не стать жертвой мошенников, рассказали полицейские и общественники. Фестиваль Донбай Мастера 2024 по горным лыжам и сноуборду собрал участников от 16 до 66 лет. Здравствуйте, в эфире телеканала Россия 24, вести Крачева Черкесия. Сегодня у мусульман начался священный месяц Рамазан. Верующих поздравил глава Крачева Черкесии Рашид Тимрезов. Это особенное время для каждого верующего. Время укрепления веры, прощения, милосердия и сострадания, добрых помыслов и поступков, взаимопонимания и заботы о ближних. Несомненно, все эти духовные ценности всегда были и остаются одинаково близки и понятны всем гражданам нашей большой и великой страны, вне зависимости от их национальности, и вероисповедания. Именно они способствуют укреплению единства, взаимопомощи и согласия народов Крачева Черкесии и всей России. В эти благословенные дни хочу пожелать, чтобы в каждый дом и каждую семью вошли радость, благополучие и согласие. Пусть наши молитвы будут услышаны, духовные стремления вознаграждены, а сердца наполнятся добром, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. В течение 30 дней верующие будут соблюдать строгий пост от рассвета до заката, а о значении этого месяца рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Мухти и Крачева Черкесии Исмаил Хаджи Бердзиев. Тот человек, который живой, здоровый, мусульманин, он обязательно этот месяц должен держать. Для чего это дано? Аллаху Таала испытывает человека, как он будет себя вести во время поста, во время Рамазана. И вот в этот месяц не только остерегаться от питья, от еды, и надо остерегать то, что ты разговариваешь с людьми. Много болтать в это время нельзя, надо только делать зикр, восхвалять Всевышнего Аллаха, надо делать благодеяние, и это все будет засчитываться, иншаллах. Я надеюсь на то, что мы все в этот месяц, да и после этого месяца, будем себя вести так, как подобает мусульманину. Мусульманин это кто такой? Тот человек, который делает добро. Добро для всех окружающих. Я вас всех прошу в этот месяц, делайте добро, восхваляйте Всевышнего. Намаз, рамаза, это то, что предписано над Всевышним. Само слово рамаза, это по-арабски, рамазан это месяц, рамазан. Каждая буква имеет свой смысл. Я об этом каждый раз говорю, но и не лишний будет напомнить. Первая буква, р, от слова рамазан, это рахмат, это милость Всевышнего, приходит в этот месяц. Вторая буква, м, это мауфират, прощение Аллаха, это приходит в этот месяц, рамазан. После идет буква зод, заман. Это время, говорит, тебя отделяет от рая. Вот это время, которое ты живешь на земле, вот это тебя отделяет от рая. А так, если ты полностью исполняешь волю Всевышнего, держишь у разум, иншаллах, ты будешь обладателем рая. После зод еще идет буква алиф, аманамина нар, остерегающий от огня. Это тоже месяц, рамазан. И в конце приходит нум, нуруль халин. Нур, это значит свет Всевышнего. Что это такое? Это Коран. Коран Аллаху та Аллаху начал посылать именно в месяц рамазан. В месяц рамазан нам был неспослан Коран. Это вот то, как мы должны себя вести, как мы должны жить в жизни, в повседневной жизни. Поэтому я вас всех прошу, пусть Аллаху та Аллаху даст нам силы и здоровья, чтобы полностью держать этот месяц. И на гаид намаз, иншаллах, все вместе, если будем живы-здоровы, в большой соборной мечети, будем читать уже гаид намаз. В преддверии мусульманского и православного постов в Карачаево-Черкесии состоялось значимое событие. На территории Республиканской клинической больницы одновременно открылись мечети и православная часовня. Репортаж Алихана Лепшокова. Это особое событие в жизни республики. Именно здесь теперь будут функционировать мечеть и часовня. Исторически так сложилось, что в Карачаево-Черкесии веками бок о бок проживают люди многих национальностей. Верующие мусульмане и православные. Взаимная интеграция культур, традиций и обычаев. Единые духовно-нравственные принципы. Искреннее стремление к взаимовыручке и поддержке. Вот отличительная особенность многонационального народа Карачаева-Черкесии как неотъемлемой части России. Именно поэтому строительство мусульманских и православных объектов рядом с друг с другом в республике уже становится доброй традицией, отметил от имени главы республики Рашида Темрезова председатель парламента Александр Иванов. Представители разных народов нашей страны, независимо от конфессиональной принадлежности, вместе отмечают праздничные и памятные даты. Приходят друг к другу на помощь в трудную минуту. Их всех объединяет одна родина и одинаковые ценности. Когда требуется, граждане России встают на ее защиту. Так было, уверен, и так будет всегда. Мы являемся свидетелями, как сегодня самоотверженно отстаивают духовные ценности представители разных религий и национальностей в зоне специальной военной операции. Председатель координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Муфти Карачева-Черкесии Смайл Хаджибирди в своем выступлении отметил, что мир и спокойствие в стране – это результат мудрости президента России Владимира Путина. А межнациональное и межконфессиональное согласие на протяжении многих лет царят в регионе благодаря стараниям руководства Карачева-Черкесии в лице главы республики Рашида Тимрезова. Действительно, да, глава республики задумал, чтобы было так. Борис Смит Султанович все это воплотил. Дай Аллах им сил и здоровья, и впредь делать такие добрые дела. В нашей республике благодаря Рашиду Борис Смитовичу уже много лет мир и спокойствие идет. И поэтому он то, что задумал, сделали. И дай Аллах, чтобы их впредь, все это продолжалось так же. После Смайл Хаджибирди вручил орден за услуги перед умой первой степени главному врачу лечебно-релитационного центра Карачева-Черкесии Борис Питимрезову. И эту же награду только второй степени муфти региона вручил организаторам строительства Сергею Смородину и Казиму Хаджиба Тракову. В свою очередь архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилак вразил благодарность всем, кто приложил свои старания и особое усердие в строительстве часовни и мечети. И сегодняшнее событие, когда мы здесь вместе и молимся в стенах наших храмов, и, конечно, является событием чрезвычайной важности. Но прежде всего событием, которое говорит нам о том, что мы живем вместе одним большим народом, под одним большим небом, в нашем одинаково всеми нами любимом городе и любимой республике. Он также вручил архиерийские грамоты Борис Питимрезову и Сергею Смородину. Преседатель правительства Мурат Аргунов поздравил всех присутствующих со знаменательным событием и подчеркнул его важность, так как люди, которые нуждаются не только в профессиональной медицинской помощи, но и в моральной и духовной поддержке, порой больше нуждаются в словах утешения священнослужителя или почитать молитвы за здоровье родных. Верующие мусульмане и православные, взаимная интеграция наших культур, традиций, обычаев, единые духовные и нравственные принципы, искреннее стремление к взаимовыручке, поддержке – вот отличительная особенность многонационального народа Карачаева-Черкесии. Именно поэтому строительство мусульманских и православных объектов рядом с друг с другом уже стали доброй традицией в нашей республике. Главный врач лечебно-реабилитационного центра Карачаева-Черкесии Борис Питимрезов выразил всем благодарность за участие в этом знаковом мероприятии. Я очень благодарен вам всем, особенно слова глубокой признательности. Я, Исмаил Хаджи Бердиеву и Феофилакту, большое, огромное спасибо. Спасибо всем пришедшим, всем друзьям, которые решили разделить с нами радость. Всех вам благ. Часовня в ходе открытия была освящена и открыта для посетителей, а в мечети верующие совершили первый намаз. Алих Алипшоков, Мадина Каракетова, Миха Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать на выборах президента России по месту пребывания. Гражданин приходит на удобный для будущего голосования участок, предоставляет документ удостоверяющий личность, пишет заявление о том, что хотел бы прикрепиться. Процедура занимает минимум времени. В дальнейшем все данные поступают в единую систему, и человек будет числиться за тем участком, куда хотел бы прийти в день выборов. Я всегда голосую на своем избирательном участке, но так получилось, что в эти дни я буду находиться вне города. Я пришла, чтобы открепиться для голосования. Избиратели могут обратиться к нам для уточнения своих данных и подать заявление о голосовании по месту нахождения. Также оставить письменное заявление для голосования на дому, если они самостоятельно не смогут прибыть в день голосования на участок. 11 марта 2024 года принимаются заявления о голосовании по месту нахождения. Заявление можно подать в любую участковую комиссию или в территориальную. Также можно подать через МФЦ и госуслуги. 230 посылок к солдату передали учащийся и педагогический коллектив 10-й школы Черкесска волонтерам инициативной группы «Зов Родина». Этому предшествовала встреча учащихся с представителями группы, депутатами парламента и участниками СВО. Дети имели возможность не только познакомиться с живым героем, но также из первых уст узнать все интересующие их подробности с передовой. Мадина Каракетова. Далее. Дети слушали, затаив дыхание. Школьники так же, как и взрослые, живые интересуются происходящими геополитическими событиями. Специально в военной операции к ним обратился первый секретарь комитета КЧРО политической партии КПРФ Кемал Бутаев. Вы тоже держите руку на пульсе жизни, что там происходит. И спросить непосредственно человека, который находится там уже полтора года, я думаю, вам тоже интересно. Все вы должны знать и понимать, что мы живем в довольно-таки трудное, переломное время. И эта специальная военная операция, конечно, не входила в никакие планы нашей мирной жизни, развития нашей страны. Но так получилось, что враг оказался в ворот. И нам пришлось, и президент принял решение о проведении специальной военной операции. Мы вместе должны поддержать наших бойцов, для того, чтобы в скором времени мы победоносно закончили эту специальную военную операцию, освободили те регионы, которые решили жить в Российской Федерации, окончательно освободить от нацизма, чтобы они жили в мире, в согласии, вместе с нами, в большой нашей семье Российской Федерации. Школьникам было интересно узнать из первых уст о ходе специальной военной операции. Они задавали вопросы участнику СФО Руслану Харченко, который уже два года находится на передовой, и который нашел возможность во время отпуска прийти к ним в гости. Руслан в свое время учился в этой же школе. Позже пробовал себя в разных профессиях, несколько лет проработал оператором на телевидении ГТРК Карачаева-Черкесия, снимал репортажи и передачи, а когда была объявлена специальная военная операция, в числе первых ушел защищать интересы своей родины – России. Руслан рассказал аудитории о том, как приятно солдатам получать приветы из дома, особенно детские письма. Многие ребята их носили во внутреннем кармане, типа как, я не знаю, как Библия, как реликвия. Многие ребята, даже взрослые, молодые, носили их долгие. У меня в машине даже лежит такое письмо. Руслан Харченко также рассказал учащимся в школе, что самое важное на поле боя – братство и взаимоподдержка. Это не раз спасало жизнь его боевых товарищей. Спросили дети и о том, как их встречали в Донецкой и Луганской областях. Местные жители очень-очень рады. Они выходили с пакетами, с яблоками, с какими-то пирожками, с радостью взрослой, с бабушкой, дедушкой. Ну и молодое поколение тоже очень. В принципе, дети очень рады. Всегда ты едешь, дети машут руками, прыгают, радуются тому, что российские войска находятся там. Школьники практически завалили солдата вопросами. Спрашивали, страшно ли на поле боя, что входит непосредственно в его обязанности. Где ему пришлось побывать, куда преимущественно бьет противник по войскам или в тыл, чтобы лишить возможности обеспечить войска необходимым. Много ли на СВО молодых людей, каков рацион питания российских войск. А еще спросили, чтобы он пожелал им, подрастающим поколениям. Я помню, когда мы здесь учились, у нас было понятие, чиркеская, чаяц, русский. Дети между собой из-за этого. Бывает, мы ругались, бывает, мирились. А в зоне СВО такого нет. Когда ты какая-то, скажем, сплоченность объединяет людей, это уходит. Я бы хотел пожелать, чтобы дети не выбирали по национальности себе друзей или еще по какому-то признаку. Это не сильно важно, какой ты нации. Важно, какой человек и как он тебя поддерживает в жизни. Всего лишь это. Сделали учащийся подарок Руслану Харченко и всем военнослужащим, выполняющим свой воинский долг. Кира Щербо прочла стихотворение собственного сочинения. И вот опять, опять началась война. Она не так масштабна, как когда-то. Когда дети за нас боролись натощак. Когда детишкам грамма хлеба было мало. Когда малышей водили на расстрел. В войну ту страшную сражались, как могли. У детей тоже есть своя награда. Сидя в засаде, шептали слово «мама». Враг держит у детского весочка пистолет. Убийца. Выстрел, звон и тишина. Он глушит, дрожью до души пронзает. И птиц деревьях разогнал. Как тяжко было матерям. Дитя невинное погибло. Слезы сползают по щекам. Так холодно. Так больно было. Сейчас герои наши, как проклятые, пашут. Пишут записки матерям и слез напросят ждать. Не волноваться. Все будет хорошо, мам. Я со всем, конечно, справлюсь. И пусть вернутся родные сыновья. Один из нас воюет стойко с огромной силой духа. И где-то, слыша краем уха, взорвался вражеский снаряд. И голову под синим небом пряча, надеются, что не умрут. Сосев в окопах, от врагов границу на сушу берегу. И я живу спокойно, так светло. Спасибо вам огромное, герои свои. Учащиеся и педагогический коллектив 10-й школы не раз принимали участие в акциях, направленных на поддержку военнослужащих. Волонтер инициативной группы «Зов Родины» Лилия Шуштаева поблагодарила всех за такую активность и неравнодушие. И проинформировала, что инициативная группа продолжает работу по сбору гуманитарной помощи для госпиталей. И будет благодарна за любое участие. В завершении встречи учащиеся 10-й школы и их учителя передали волонтерам инициативной группы «Зов Родины» 230 посылок солдату, которые в тот же день были отправлены на передовую. Водина Каракетова, Ренат Мухов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске полицейские и общественники на улицах города провели акцию по профилактике мошенничества «Не стань жертвой мошенников». Преступники при совершении хищения придумывают новые способы обмана. Чтобы не допустить этого, полицейские постоянно проводят подобные рейды. Сотрудники госавтоинспекции останавливали автомобили и общественный транспорт, а участковые и уполномоченные полиции рассказывали жителям о том, как противостоять злоумышленникам, желающим незаконно присвоить их деньги. Вручали тематические памятки. Листовки, которые распространяют полицейские, отражают наиболее часто встречающиеся виды мошенничества и методы борьбы с ними. Участковые посетили центральный рынок, также встретились с жителями и провели беседу. Склон самой известной горы курортного Дамбай Муса-Читара на высоте 2600 метров над уровнем моря в очередной раз собрал любителей активного отдыха со всей страны. Фестиваль по горным лыжам и сноуборду «Дамбай Мастер-2024», посвященный году семьи, был организован Федерацией спортивного туризма Карачева-Черкесии. Около 100 участников разных возрастных категорий от 16 до 66 лет состязались в различных дисциплинах. Самых быстрых в индивидуальных зимних видах спорта определяли по семи возрастным группам. Сегодня у православных началась масленица, проводы зимы по традиции на протяжении всей недели. Нужно печь блины и угощать родных, друзей, соседей. Тем самым провожают зимы и встречают весну, соблюдая все обряды, чтобы год был урожайным. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok